Всех с днём дня! Эх, ИС-5, танчик, который был моим первым премом. Непон, а почему это вы смотрите данное видео, не оформив подписочку и лукас? Осуждаю подобное поведение. Приносите свои извинения. Так о чём это я? Точно, ИС-5, мой первый прем. Понятия не имею, кто там сейчас у большинства является первым премом, но во времена, когда трава была зеленее и солнце ярче, данный совок был просто спасением для людей, у которых в ангаре не стояло ни одного фармера серы, ибо стоило сие чудо всего полторы тысячи голды. На самом деле оно и сейчас столько стоит, но тогда это был прям нонсенс. Вот сейчас химеру можно за 7500 купить, ага. Да, 10-й ловел снабжения набить нужно было, но это не так уж и сложно. И знаете, когда ИС-5 только появился, он был если не имбой, то уж точно отличным аппаратом. Ведь на те времена нагибал даже ИС-3, а пятерка была его премиумной, улучшенной версией. Только вдумайтесь. Увы, но сейчас он является лишь примером того, как гонка вооружений делает некогда имбовые танки пососными. Когда-то крепкая лобовая броня ИС-5 больше ничего не танкует, спасает машину лишь советская магия, которая никуда не делась. Подвизность всё ещё отличная, но она на фоне нового поляка тоже не выделяется. А орудие... Эх, Черчилль... Снова не тот текст. Эх, сколько же матных слов было сказано об этом орудии. Да никто не слышал, естественно. Разброс на всю Малиновку, нереальное долгое сведение. Не самые удобные подкалы в качестве стандартных снарядов. Некомфортное оно, короче. Хотя... Да, и не забывайте о том, что почти каждый день в 17.00 по МСК на этом канале проходят стримы, где стримлер потеет, ругается на рандом и катает взводы. Заглядывайте. Ага.